В Бутовской средней школе словосочетание «доброе дело» далеко не абстрактное, а вполне конкретное понятие. Для многих ребят помогать ближним не обязанность, а потребность. Я постоянно принимаю участие в благотворительных акциях, потому что меня с детства это привлекает. И в принципе волонтерская деятельность – это очень интересно. У нас имеется в школе волонтерский отряд. Мы в школе делаем акции, то есть помогаем ветеранам и нуждающимся людям. Уже на следующий день, после того, как была объявлена акция «Доброе дело», в рамках которой любой желающий мог помочь людям из Донбасса, учащиеся Бутовской школы сделали свой вклад, причем не только продуктами. Как оказалось, дети очень хорошо знают, что не хлебом единым жив человек, и родители поддержали. Я сюда принес констовары. Родители отреагировали на это хорошо. Они любят благотворительность. Я принесла мягкую игрушку и настольную игру. А почему именно это? Ну, потому что мои дети хотят, может, детям хочется поиграть. Я принесла книжки и разные настольные игры, потому что я решила развеселить детей, чтобы немножко их порадовать. Что особенно трогает, не все дети обращаются к помощи родителей. Те, кто постарше, с готовностью тратят собственные накопления, чтобы помочь, по сути, незнакомым, но попавшим в беду людям. Я начала немного накапливать, потому что я знала, что наступит момент, когда нужно будет что-то принести. Я открыла свои залежи и сходила в магазин и купила. Акция идет только первый день. Я думаю, что люди еще подключатся, и мы соберем намного больше, потому что люди в этом нуждаются. По количеству учащихся, Бутовская школа – одна из крупнейших в округе. И, судя по всему, помощь людям Донбасса будет собрана внушительно, тем более, что акция уже вышла за стены учебного заведения. Численность огромная в школе, больше полутора тысяч детей. Также подключились родители, которые мне сообщили недавно, что сделали рассылку на чат района и обозначили, что можно приносить к нам в школу. Каждый присоединившийся к акции – наглядный пример того, что делать добрые дела действительно просто. Достаточно желания. Максим Козлов, Сергей Ларин, Екатерина Давлятова. Видное ТВ.